Всем привет, дорогие друзья, с вами снова канал КрюГТВ. Уже седьмой раз перезаписываю видео по облигациям. Первые несколько раз из-за того, что дезинформация улиток так действует, ни вики не обновляется, нигде не добудешь информацию по этой игре, нормальную, а не устаревшую, кроме как от игроков других, конечно же. Если ты хочешь в этом разобраться с нуля, то хрен у тебя просто так это получится. Ну а другие разы уже по вине компудахтера и игры, потому что она берет и крашится неожиданно вдруг. Простите, у меня накипело, действительно, но потому что кто-то очень, видимо, не хочет, чтобы я выпустил это видео. Видео по военным облигациям War Thunder. Не буду долго распинаться, быстро по основным аспектам. Ну, во-первых, надо похвалить того человека, который занимается созданием интерфейса этой игры, потому что магазина военных облигаций нету в меню магазин, зато он есть в меню боевых задач. Ну, действительно, это же так логично и понятно, учитывая, что это абсолютно ни хрена не информативная стрелочка и непонятная. Ну ладно, открываем ее, нажимаем на боевые задачи, и тут маленькая кнопочка внизу, магазин военных облигаций. Прежде чем перейти в магазин, нужно понять, как зарабатывается валюта, облигации. И здесь тоже кто-то люто обосрался на пустом месте. Задача выдается 6, выполнить можно 2. Где логика? Наверное, уже не стоит искать ее здесь, да? Она давно убита в этой игре и потеряна. Вообще, бесполезное занятие. Так, собственно, вы можете выполнить одну простую задачу на 50 облигаций и одну сложную на 100 в двух режимах в аркаде и в РБ. Точнее, или в аркаде, или в РБ. Без разницы. Всего 2 задачи в день. 150 облигаций. Соответственно, получая эти 150 облигаций, вы идете в магазин военных облигаций и такие, ага, хочу КВ-1Б. Сколько там нужно накопить? 3 300? Ух, ни хрена себе. 22 дня задротства. А я такой, хрен. 22 дня позадротив, каждый день повыполняю эти задачи. Кстати, только закрыв эти задачи сегодняшнего дня, через 22 часа вам откроются новые. Вот так вот. Каждый день, грубо говоря, у вас есть 2 задачи, которые нужно выполнить. И тут еще есть такие медальки. Без них вы танчик себе не купите. Это круто, то, что действительно вы можете получить премиумную технику на халяву. Но какой ценой это дается? Собственно, еще нужно приобретать вот эти медальки. А вернее, особая задача боевая тоже стоит облигаций. Итого их нужно закрыть 12 штук. Покупая ее, вам вот такая вот штучка выпадает. Особая боевая задача. То есть, нужно победить, например, 18 игроков. Да, всегда читайте условия задачи. В танковых аркадных боях на технике 3-го и 4-го ранга и целями должны быть легкие и средние танки. Уничтожая САУ, вы не будете закрывать эту задачу. При этом, уничтожив, закрыв задачу, не забудьте вручную получить награду. Она сама по себе не закроется. Ну, это, собственно, сложности интерфейсеров, разработчиков. Я не знаю. Короче, очень информативно, интуитивно. А самое главное, дружелюбно к пользователю. Вот. Окей. Для того, чтобы получить КВ-1Б, также нужно накопить пятый уровень магазина. Что для этого требуется? Вот здесь уровни магазина. Закрытие определенного количества боевых задач. Пятый уровень открывается, закрывая 40 боевых задач. То есть 20 дней, грубо говоря, и у вас будет открыт этот самый пятый уровень. После чего вы сможете получить доступ к самому лучшему. То есть к премиум технике, которая здесь раздается. Это действительно того стоит. Вы можете получить КВ-1Б. Редкий и крутой действительно танк. Но давайте просто посчитаем, исходя из даже каких-то таких предположительных чисто подсчетов. Даже, наверное, Т-14. Сколько он может стоить? Ну, допустим, 700 рублей. Да, не знаю сколько точно, но это 2500 орлов. Ну, условно, давайте, допустим, 700 рублей. А здесь вам придется потратить почти 50 часов своего времени. Ну, это исходя из того, что на задачи вы потратите 2 часа в день. Чтобы получить КВ-1Б. Это очень сугубо приблизительно. Но прикиньте, да, какие затраты. Но, конечно, возможность получить танки есть. Бесспорно, это здорово. Насколько это все реализовано, это ужасно реализовано. Зачем было менять боевые задачи? Зачем было усложнять получение облигаций? Зачем было делать это в такой жопе, чтобы никто не нашел? Ответ, конечно, у меня имеется. Но он не понравится многим. Особенно в разработке этой игры участвующих. И я не готов быть настолько жестким, наверное, в этом видео. Просто скажу, что да, вы можете. Но это непросто. Вам понадобится где-то 25 дней, да? Ну, условно. То есть пропуск какого-нибудь дня. И тогда вы получите этот самый КВ-1Б. Или какую-то другую технику, которая будет столько стоить. В теории можно за месяц получить эту самую технику. При этом у вас будет еще 7 дней в следующем месяце. Когда у вас останется старый набор магазинов. Он меняется раз в месяц. Облигации не сгорают. Накапливаются до уровня в 3600 штук. Так вот, у вас получается где-то 37 условно дней для того, чтобы заработать себе на технику. То есть, ну, реально, это одна какая-то техника. Плюс еще что-нибудь. Если вы играете пару часов в день, то это не составит большой проблемы вам, да? Зарабатывать облигации в игре. Ну, и, соответственно, их трать. Так что, если вы этим не пользуете и играете в свое удовольствие, ну, включаете их, параллельно выполняете, получаете облигации. Покупаете те же самые там бустеры, дублеры и прочую радость. Она лишней не будет. Тем более, что если это параллельно тому, как вы играете и получаете от игры удовольствие, делаете. Если вы специально себя будете заставлять ради этого играть в игру, отдача слишком низкая, чтобы этим заниматься. Поверьте. Проще пойти на работу, блин, поработать недельку и купить любой премиум танк, который вам в этой игре будет интересен и нужен. Ну, что ж, надеюсь, это видео было для вас полезно и интересно. Простите меня за вот такое вот откровенное отношение, но мне уже абсолютно пофиг после отношения улиток к этим магазинам облигаций, к их вики и вот этой всей вот радости. И поэтому я высказал свое сугубо личное мнение. Если вы не согласны, пишите в комментарии. Если вам это видео было полезно, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, пишите, что вы думаете по поводу этого магазина в комментариях. К сожалению, с моим негативным, наверное, каким-то освещением, да, выйдет так, что это что-то плохое, хотя на самом деле это вообще зашибись, что вы можете получать все это, вкладывая свое время в игру и не тратя денег. Ну, вот такая вот принципиальная штука. На этом на сегодня все. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok